всем привет канал агро движ сегодня 9 мая и первую очередь хотел бы поздравить с праздником праздник день победы желаю вам вам нам всем мирного неба над головой и сейчас очередной видеоролик ответы на вопросы которые уже накопились и попытаюсь немножко их разъяснить какой будет формат я буду зачитывать видео название видео когда она вышла и от кого был вопрос заранее хочу извиниться может быть чей-то ник имя фамилию возможно прочитаю неправильно извините но буду стараться и отдали будут отвечать на вопрос с точки зрения так я его понимаю как как могу объяснить я сделал скриншоты на телефон скриншоты название и вопросам буду читать и может какие-то пропущу на которые не смог бы ответить или которые мне показались менее интересны ну так начнем первое видео это за 30 января 2019 года технология выращивания томата пикировка томата так вопросы пользователь саня багров часто мне пишет спрашивает спасибо за активную за активное участие первый вопрос а раствор 106 12 по нпк разве с при преобладанием фосфора нужно поливать для роста корневой вроде бы рекомендую 13-40-13 совершенно верно рекомендуют 13-40-13 здесь преобладание фосфора но здесь н азот p2o5 калий 2 здесь на самом деле получается 1 1 8 и 0 8 по нпк это идут нужно сделать разовые поливы на насыщать корневую фосфором раствор 106 1 2 здесь уже есть при преобладании фосфора потому что но теперь оно более насыщено фосфором чем типичный раствор типичный раствор это 1 0 2 0 3 и 1 и 2 здесь 0 6 здесь в два раза больше фосфора чем не ходить необходимо растению ну вот это так саня багров спасибо подробно все объяснили новое видео планируете ну как как видите да новое видео снимаю по мере возможности по мере так заоружен рабочий график всегда буду если меня будут новые темы снимать видео владимир пашевич а какой у вас кондуктометр 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 у меня от компании валагра один из представителей компании александр быкурский мы с ним общаемся плотно и подарили нам мне кондуктометр который очень хорошо работает я поймал с италии вроде бы ну какой-то хорош такой он там ph мерить и и с раствора принципе без разницы какой использовать я считаю главное чтобы его калибровать и было удобно с ним работать ира двоизерская здравствуйте подскажите а если вода 2 и 5 с как поливать если вода 2 и 5 с здесь нужно понимать как с этой водой работать и как дальше жить изначально изначально нужно принять для себя что урожайность на которую рассчитывали на будет меньше чем у примеров у соседа 0 5 у вас 2 и 5 то там где меньше электропроводность там будет больше урожайность растению легче питаться легче принимать те элементы питания которые будут вносить и тот или иной человек это раз потом более дробно разбивать и развивать кормление растений необходимо больше уже вмешиваться подкормками по листу потом подбирать гибриды которые устойчивы к такому заселению и держать почву в балансе там носить гипс и либо общими менять чтобы она максимально была дренированная так влияет на растение неплохая вода а следствие того что получилось в корневой системе то есть если мы если у вас будет там хороший дренаж будет там хорошая водоемкость то 2 и 5 вода особо не повлияет на наше растение так как тоже при очень плохой воде в израиле выращивают то есть а у нас такой сложилась так вся ситуация у нас черноземы богатые но не тяжелые и немножко повысил и с воды у нас быстро происходит засоление что приводит к образованию заболеваний питьем фузариум вертицелиоз засоления само то есть не хватает воздуха корневой и потом вследствие всех этих проблем растения не может нормально давать нам урожай то есть здесь уже комплекс мероприятий следующий вопрос алла евсеенко спасибо большое пожалуйста алла подскажите пожалуйста обработали рассаду препаратом tilt но дозу дали больше попутали с туром рассада по рассаду покрутила макушка как бы замерла сейчас слезет пасынок он вроде живой и полноценный можно ли сажать такую рассаду и оставить пасынок до совершенно верно . роста следовала сбой срочно нужно удалить чтобы не растение не тратила силы на эту точку роста и оставить пасынок он даст такой же урожай ну не хуже немножко задержкой чем . роста задержкой почему потому что нужно время на его формирование но если оставить точку роста на одном растении надо поставить пасынок на эти . роста у нас поврежденная то пасынок даст быстрее урожай так он уже будет развиваться и и вообще он даст урожай то ли . роста возможно нам не даст урожай возможно кто-то не согласится с данной теории что пасынка меньше урожайность но скажу вам скажу заранее что когда-то я себя у себя испытывал такое не выращивал томат привитой на сильном подвое и точку роста мы убирали и в рассаде делали 2 на 2 головы у растения и с одного растения мы получали два полноценных то есть одна корневая одна корневая и 2 головы пускали чтобы они развивались из такого растения на таком сильном подвое на таком сильном корне мы получили урожай не как с двух растений как можно сказать с трех то есть это были полноценные кисти которые могли бы у нас было по 6 подобным там могло быть и больше корневая система это все вытягивала то есть сам пасынок был способен дать урожай главное как будет работать корневая система так следующий вопрос я поделал на телефон скриншоты и считаю телефоны технология так 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 стоимость тонны стоимость тонны поливного раствора для полива рассады видео за 25 февраля николай платов здесь вопроса нету здесь очень хороший месседж господа для кого была информация полезной поставьте лайк подпишитесь на канал сделайте репост поддержим автора спасибо николай спасибо за поддержку вам лайк за такой месседж александр вуйко а что такое электропроводность электропроводность это показатель общего насыщения воды или вернее сказать и раствора солями чем больше солей в растворе тем тем больше электропроводность можно сказать так что вода это у нас h2o это дистиллированная а все что другое где есть электропроводности выше нуля выше чем 0 1 это же раствор то есть там уже растворен и все какие-либо ли химические элементы вопрос от николай щербина фантастика а у меня невезуха почему-то при смешивании нитрата кальция с сульфатами калия и магния выпадает посадок чему бы это выпадение в садок элементов питания там присмешивание возможно при если вода не соответствует качеству для полива вода не соответствующее качество неправильное смешивание элементов питания может высокая концентрация элемента питания в растворе и при использовании некачественных удобрений пример у меня когда мы только начинали производство на теплицах первая вода была с электропроводностью 2 из 7 и при смешивании элементов питания выпадали в осадок я спорил что это такое не мог понять поливали в россии не росло но это было был первый год когда мы это все только начинали так сказать нам на набивали шишки потом когда не появилась вода 0 и электропровода с единица в осадок ничего не выпадает в нужной концентрации если там повысить все элементы питания в констрации в 10 раз там уже да там выпадает в осадок когда кальций с фосфором кальций с магнием с сульфатами да выпадает в осадок следующее видео томат в теплице как высадить рассаду томатов на постоянное место опубликовано 3 марта 2019 года пользователи саня багров перед высадкой в грунт протравливаете почву или нет если да то чем скажу вам честно что до сегодняшнего дня почву перед высадкой ничем мы не проливали мы вообще садим сухую почву а потом заливаем чистой водой относительно чисто там даем бактерии и очень маленькую дозу гуматов то есть мы не кормим растения пока что мы не инсектициды не фунгициды не вносим но смотрю что на следующий год необходимо будет вносить так накапливаются же вредители болезни нужно будет использовать какой-то простой там и медоклоприд плюс фунгициды я думаю юниформ но вообще есть плана задать почву на анализ и согласно плана анализу и рекомендациям лаборатории сделать протравливание почвы пользователь а алла евсеенко как вы говорите чистой водой поливали разве в росконстрате не целей в росконстрате и есть соли ну там ровно столько же сколько приходит в воде там по фосфору по азот фосфор калий 555 это очень маленькое содержание элемента питания основная функция росконстрата это насыщение микроэлементами ну там не менее как а основной этого гумат гумат калия который помогает развиваться бактериям с которыми я я вношу то есть байкал и росконцентрат мы развиваем бактерии они защищают корневую систему от вредных болезней и гумат еще как-то косвенно можно сказать улучшает развитие корневой системы то есть уклон на соли и содержание то есть не ставится следующий вопрос сергей бандура вы использовали препарат типа тур да в этом году впервые я использовал препарат типа тур этот препараты давал дозе 1 кубик на литр и поливали растение под корень фазе четырех настоящих листьев ну смотрю что на некоторые сработал хорошо на некоторый нет на полудеты плохо в конечном счете получается на розовые тоже не не так вот высокорослые красные не понравилось как сработал катерина лазаре и три точки да дальше видник я не вижу расскажите подробнее по питанию какие удобрения как смешивать какие лучше купить в какую фазу приблизительно количество на растения спасибо заранее у меня есть на канале видео там я рассказываю в рассаде вот 1 по третью и вот 1 повод даже пятую из 5 дальше есть питание и какие удобрения где купить и не купить тоже часто спрашивают кому ближе там не покупайте интернет-магазины есть разные возможно буду дальше делать ссылки на интернет-магазины которые которые пользуюсь я сам вот аж какие удобрения ну каждый смотрит что ему ближе самое главное чтобы вы были знакомы с этим удобрением но было качественно и один из главных показателей чтобы вы по возможности были знакомы с торговым представителем той или иной фирмы которую вы пользуетесь чтобы потом при каком-то промахе было кому задать задать вопрос и что была поддержка так каждый торговый представители он заинтересован в вашем успешном финале чтобы потом дальнейшем опять купили его удобрение то есть купили удобрение спрашивайте получаете хороший эффект результат и работайте дальше с проверенным своим производителем поставщиком удобрений так следующие евгений кассино почему не малообъемная гидропоника кокос минвата при вашем опыте и знаниях финансы совершенно верно признаниях на почве ну получается вращать при малообъемной технологии не знаком лично только видел на картинках один раз был на экскурсии как это происходит то есть знаний насчет гидропоники мне мало и финансы до перейти на гидропонику изначально это дорогое удовольствие это нужно менять систему систему полива там маты ставить эти кокосовые то есть это все очень трудно и круто я считаю что для начала нужно где-то поработать на гидропонике где-то у кого-то а потом уже принять у себя чем набивать шишки изначально у себя это ну это очень будет очень дорого алла евсеенко рассада шикарная какой дозе и как использовали хлормипад опрыскивали или поливали поливали как сколько говорил ранее опять алла евсеенко а чем отапливаете газ дрова или уголь снимите видео о отоплении спасибо видео про отопление снимать не буду ну что это неинтересно и и это очень просто там котел подача обратка чем допим топили углем сейчас уголь и стал трудно доступный дорогой цене перешли на пилеты и как бы получается николай платов рассада шикарная досветка была до высадки да рассветка досветка была до высадки использовали натриевые лампы дна 80 ватт на метр квадратный при высоте в 2 метра так следующее видео азот для томата первое внесение удобрений за 17 марта какое расстояние между так пользу пользователь фак ю оригинальный конечно ник какое расстояние между томатами дорожками между томатами в ряду у меня 36 сантиметров и между дорожками метров 40 пользователь дохир чегем лиев сколько кустов на одной теплице и размеры в одной теплице при размерах размерах 5 соток это 10 на 50 у меня умещается 1350 кустов во время посадки на момент посадки и до уборки мне доходит 1340 растений то есть в конечном счете этом 5-10 растений у нас выпадает где-то сломали где-то серые гнили где-то фузариоз ну то есть 10-15 растений есть потеря саня багров отличные томаты а корень чем вы разгоняли при первом поливе в игрте вам пользуйтесь первый полив рассчитаю наверно вопрос в в теплице в теплице ничем корень не разгонял растения как посадили полили чистой водой потом кормили там немножко давали больше фосфора чем положено томату изначально потом потом пополивали обычно виртом он в этом году я впервые пользовался очень хороший препарат за свою стоимость считаю из тех что я знаю на рынке сейчас самый такой адекватный стоимость стоимость и качество сравниваю с другими и он был в лидерах там первое второе место по состоянию корневой системы а по стоимости был первый так ярослав махно спасибо за видео пожалуйста ярослав какая площадь теплицы 500 метров квадратных 5 соток полезно где-то 480 метров квадратных славик аулики аулик маленький на топол смарт коперт да вроде бы на на топол смарт и как они работают на улицу не вылетают на улицу шмели вылетают да это на это очень жалко смотреть так на момент покупки там около 50 рабочих особей евро 20 выходит за один за одного шмеля это это круто все-таки заодно насекомое против платить евро 20 как они вылетают это больно на это смотреть ну куда деваться теплицу нужно проветривать для того чтобы пыльца была готова к опылению и на 5 соток вполне этих шмелей хватает они там где-то вылетел где-то вернулся потеря есть но она не критическая и то что те те шмели которые остаются в улику они вполне справляются и завязанность процентов 95 и выше то есть шмели справляются очень хорошо дима овсянников какими ес поливаете на данный момент момент цветения 1 2 кисти есть у меня было 1 и 8 солнечный день и в паспорные 2 и 2 2 и 4 следующее видео кальций вне корневая подкормка томатов в теплице 23 марта это видео вышло юляша 5 5 5 5 сингента какой паш рабочего раствора должен быть для кальция при корневом внесении при корневом внесении я все время поддерживаю паши 6 так вот в этом паш это средняя для всех для микроэлементов для макро для мезоэлементов мезоэлементы серо-кальций пришли шестерки хорошо все усваивается также под этим видео есть хороший комментарий от дима викт здесь у меня нет полностью скриншота нету этого комментария там какая фаза какая констрация сколько носить какой кальций кому интересно почитайте славик пишет привет улик не подвешивайте а как же муравьи улик мы не подвешивали поставили на ящики положили под низ пленку обмазали по периметру солидолом муравьи сильно чистоплотный посмотрели на солидол вымазаться не захотели развернулись и ушли то есть никто нам никто нам не мешает работать со шмелями дима овсяников а тычинка после шмелей все равно остается после шмелей тычинка остается где-то два три процента плодов есть с тычинками это связано не из очень не при не следствие используя шмелей а следствие по ходу условий паспорт на высокая влажность это способствует сильному накоплению ауксинов гормона растяжения клетки и плод начал развиваться быстрее чем нужно было бы и тычинка не успела отделиться от плода от между от околоплодника и она зажимается смотрю что на разных гибридах по разному то есть розовый там больше осталось на красных меньше осталось тычинка так следующий вопрос саня багров это балганы воде нам обор в каком удобрении что лучше сухие или жидкие допустим брексил или омакс или хилаты по порядку балаганы не воде нам это михаловский район запорожской области бор в каком удобрении бор бор у меня розалик бор и хилатин монобор то есть я там какой есть такой использую не принципиально вот что лучше сухие или жидкие ну это каждый себе смотрится у меня есть место где я храню там где удобрение не замерзает я использую жидкий и также меня происхватили высокого давления мару яма там мелкодисперсное такое распыление и сухие не всегда удобно использовать есть и стараюсь использовать жидкие удобрения они удобнее они дороже но не удобнее а если нигде хранить то сухие не замерзают они хранятся дольше и их более целесообразно и считаю они дешевле допустим брексил или омекс или хилаты брексил омекс и ваты ну здесь опять каждый смотрит по свои условия брексил и хорошие отличные удобрения омекс тоже пользовался классные нужно знать что в омексе там есть прилипатель на основе силикона и при больших концентрациях когда стекает это удобрение на краю листа может появиться ожог от силикона или хилаты хилаты я понимаю торгового дома кессон хилат калий хилат кальций вот хилаты каждый смотрит по своим условиям главное условие считаю чтобы был рядом первую очередь как вот я работаю торговый представитель той или иной фирмы с которой я работаю пример использую я брексил от аллаха чтобы вдруг где где-то какой-то промах и я использовал их препарат и было кому задать вопросы и что была поддержка чтобы консультации все эти моменты так каждый торговый представитель хочет чтобы был успех у вас и следствие будет и у него успеху то есть лучший способ общения это чтобы выиграл выиграли вы и также самое то кто сами работает тепличник южанин умный чувак тоже какой-то блогер так следующее видео очень подробно количество удобрений в тоне поливной воды томат с первой по третью кисть цветения дата 25 марта так это первое видео которое очень хорошо пошло там по просмотрам пользователь фарух за едино может быть это ошибки извиняюсь здравствуйте а у вас какая система отопления вы можете отдельно снять по отоплению ну про отопление уже говорил снимать котлы я не буду потому что ну здесь очень много вопросов по документам как с которыми нужно работать так пользователь димс к димс к латинскими буквами написано английскими латинскими так следующий вопрос от димс к такой них возможно это ошибки латинскими буквами написано слабость слабовато рассольчик 800 грамм на куб а точнее на 1300 литров хотя бы 15 килограмм а то и два на тонну воды без обид без обида спасибо за комментарий 800 грамм на куб и семья вода единица той рекордовой с 18 до этого с 8 грамм на кубу в комплексе удобрений ну при таком внесении вот есть видео которое вы видели какой есть результат и больше внесения удобрений возможно было бы я бы вносил бы больше бы но у меня тяжелые почвы песка нет у меня там чисто черный зим при большем внесении удобрений быстрее происходит засоление почвы и растение не может потом такой засоленной почве расти развиваться то есть воздуха емкость почвы падает работаем предельно сколько можно внести ведь вячеслав колесником здравствуйте странного что у вас мало подписчиков но это временно думаю все четко по делу без воды у вас у меня к вам просьба заметил у вас шторки из агроволокна расскажите по ним пожалуйста подробнее открываете или нет какой толщины свето пропускаемость сколько сразу скажу возможно видео не так передало весь всю картинку агроволокно я не использую меня там все из пленки толщина 80 микрон внутренняя пленка открываем мы максимально широко где-то два часа после рассвета чтобы проветрить теплицу то есть вот так так работаем саня багров приветствую вас уже это кисти идет кормежка уже другая будучи видео поэтому в этом роде по наливу на куб воды есть видео следует я выложу уже после 5 кисти по наливу ну по наливу это все-таки до до 5 кисти после 5 кисти мы уже имеем то что имеем то есть налива это все-таки азот и азота было больше до 10 не 5 кисти роман слепов очень круто чем вы измеряете электропроводность ранее говорил валаха кондуктометр очень хорош главная калибровка саня багров а с агрономом хвостиком вы работали до с агрономом хвостиком я знаком работали первый год полностью первый год выращивания когда появились теплицы работали по его технологии весь первый опыт и это был с хвостиком владиром николаевичем дмитрий пять пятерок привет а тут вообще не добавляешь ну такой конкретный вопрос что очень тяжело на него как как-то ответить и на этот вопрос азот добавляю не добавляю ну азот в растворе у меня есть так вниз боков которым есть нитрат кальция нитрат кальция азот и кальций и нитрат калия есть азот и каль и второй баг в котором меня есть нитрат калия там нитрат и азот в нитратной форме и калий я думаю что возможно здесь идет вопрос о силе для меч на этом где наибольших констрация азота ну силе то стараюсь не добавлять так ей трудно управлять так там есть форма и на 4 которая в течение двух недель потом двух трех недель работает когда уже необходимо менять сторону калия ли там добавить другой элемент питания а тут еще действует и выходит из-под контроля не всегда удобно ею работать а так как есть раствор который рассказал так такими работаю дима овсяником овсяников чем снизить ес поливной воды если она у меня 18 за инфу лайк чем снизить ес поливной воды во первых нужно знать какие там соли если это карбонаты то вносим кислоту вступать в реакцию с карбонатами нейтрализуется и падает электропроводность потом еще один способ но это дорогой и не все могут использовать а те кто используют они там врач на малообъемки ставите обратный осмос и знаю что на пол гектара вроде бы стоит 15 тысяч долларов это не всегда выгодно не всему позволить и такой такой роскошь и больше методов я не знаю как как снизить если разбавляют с дождевой водой там как-то где-то дорого а вот как работать с ней там уже нужно понимать кальций повышенные дозы почву более рыхлую делать гибриды правильные а подбирать так сергей трипалька добрый вечер на какое количество воды рассчитываете маточный раствор какой схемой пользуйтесь при расчете к примеру азот 90 фосфор 20 калий 140 кальций 63 магний 12 здесь соотношение 1 1 0 0 3 и 1 и 6 кальций магний это хорошая схема которую сейчас я зачитал она работает считаю здесь соотношение нужно и главное поддерживать правильной и с и будет все хорошо пользователи тепличник южанин здравствуйте подскажите пожалуйста у меня зацвела пятая кисть заломил макушку и томат пошел вегетацию до того как заломил был скажем на границе между генерацией вегетации томат розовый вопрос я понимаю как справиться на вегетативное развитие растения влияют разные факторы там влажность воздуха теплицы чем выше тем сильнее растение идет в вегетацию частота поливов чем чаще поливаем тем больше вегетацию насыщенность солями тем чем меньше солей в растворе тем больше вегетации большие дозы азота чем больше азота тем больше вегетации то есть здесь комплекс мероприятий который который нужно держать на пульсе и управлять растением интересный вопрос алихан закаил спасибо очень достойно пожалуйста а можно вместо азотной или арта хостерной кислоты пользоваться лимонной наша цель создать и хорошие условия в корневой системе в зоне корневой системы чем мы будем подкислять я работаю азотной потому что самое дешевое а то фосфорной ну кому как удобно лимонной кислотой тоже можно она там еще как-то более делает доступными элементы питания которыми хилатирует я знаю что при опрыскивании там зерновых либо садов там когда очень интенсивная технология когда считают все деньги используют лимонную кислоту для для подкисления раствора чтобы все элементы питания усваивались и работали там гербициды фунициды максимально на сто процентов так сама дают вы в корень лимонную кислоту для каждой воды там я считаю должна быть своя кислота где-то азотная где нужно азота и азот лишний не нужен нужно использовать лимонную где там тоже многие зафосфачивание фосфор не подходит азота не подходит лимонную используют да можно все нужно считать по стоимости правда на этой стоимости или нет недорого ли следующее видео томат первая фуницидная обработка профилактика серая гниль за 27 марта спасибо за ролик очень помогаете скажите как смели и предохраняете от воздействия химобработок как смели и предохраняю первую очередь нужно понимать действующее вещество препарата разрешено при использовании шмелей и как обращаться со шмелями при обработке есть там список препаратов когда покупал шмелей там мне дали брошюру какие девушки можно использовать с и со шмелями и как поступать с ними те препараты которые используют те действующие вещества я посмотрю что можно что нельзя и там поставить на влет чтобы они все собрались в улику чтобы никуда не летали что не было прямого контакта с препаратом и тема все будет жить и работать инсектициды я не носил только были мне было на начало мая две две или три фуницидных обработки все от серой гнили там все разрешено со шмелями все живы здоровы то есть главное понимать что можно что нельзя с ними использовать следующий вопрос саня багров как правильнее капельную ленту у ствола ложить или на расстоянии 5 10 сантиметров хороший вопрос при высадке по-любому вложить его здесь ствола так корень еще не вышел со стаканчика нашу пункт увидел воду опять 10 сантиметров до после цветения 3 кисти я ленту капельную отодвину на 5 сантиметров на 5 10 ну то есть приблизительно от ствола чтобы корень ушел немножко дальше чтобы объем насыщенной влаги сделать больше чтобы корневая разрослась андрей стеблюк будет ли видео про выращивание капусты видео про выращивание капусты будет как 7 пикируем в рассаде на поле все это сниму по мере возможности наличие свободного времени сергей косяк а можно те виджет от серой гнили скажу честно не применял те виджет это серо вроде бы дэвэшка сера от серой гнили не применял и не знаю как работает читалку иди что использует но я лично не принято не применял и другие которые работают класса тапсин луна скала другие которые работают против серой гнили почему бы их не использовать опять сергей косяк а можно совместить кальцинит и свич в одной в одном баке кальцинит я бы ни с чем не смешивал кроме там азота и аминокислот с чем-либо другими кальцинит бы не смешивала кальций он агрессивен вступает в реакцию приведу пример почему примеру есть есть такая вода минеральная боржоми все про не узнают в после каких-то либо застолье на следующий очень актуально вода почему очень много кальция и когда в организме там очень много всяких химических элементов агрессивных выпиваем эту воду кальций вступает реакцию нейтрализуется кальций и все агрессивные химические элементы которые есть в организме становится легче и так же самое здесь кальций вступит реакцию со свичем и будет непонятно что у нас там происходит с растением от чего нас проблемы сергей косяк опять тимура сколько можно обламывать листов на томате за один раз и когда это нужно делать и когда строго не рекомендуется это делать за один прием максимум удаления листьев три полноценных листа так это три раны на растения это потеря органа которые кормят растения это для растения стресс и при какой погоде пасмурную погоду ломать лист запрещено на всех тепличных кабинатах там где хай-тек технологии теплицы ни в коем случае пасмур не не ломают а это источник заболеваний только в солнечную только с утра когда лист хрупкий хорошо ломается 300 за раз и за неделю не более 3 3 листов было бы идеально чтобы это листа россия растянуть на протяжении всей недели там понедельник сорта пятница но не все это дело как каждый раз там ходить и кланяться кусту это довольно сложно и не всех есть время и затратно ломают за один прием примеру один раз заходит в неделю за один раз три листа выломали и потом через неделю заходят еще раз ломают там один два три листа опять смотря сколько нужно ломают александр вуйка а зачем шмелит томат не самая пылящаяся вообще томат в природе это самая пылящая культура то есть как это сам пылящая это пыльца с раз цветка может сама себя опылить и завязать плоды но для того чтобы появился плод произошло опыление завязывание плодов необходимо как-то повоздействовать на цветок либо его встряхнуть как-то либо ветер чтобы дул а в теплицу нас ветра нету никто там их нет кусты не тросет необходимо чтобы шмель села цветок и за счет своей большой массы и маленьких крыльев с воздействовал вибрацией на цветок и просто проведу произошло опыление и при использовании шмелей они не пропускают не не один цветок и все происходит опыление на высоком уровне процента александр лошко очень полезное видео скажи пожалуйста мог нужно ли удалять цветки на кисти если зацветает больше чем дает производитель семян я так понимаю чем рекомендует я считаю что те производители семян которые я считаю что те кто продают семена должны как-то сопровождать своих своих покупателей чтобы максимально получился лучший эффект и каждый был счастлив того чтобы использовать их семена и больше чем обычно рекомендуется фирм заложатся цветков опыляется да нужно удалять так это влияет на дальнейшее развитие растения есть определенные стандарты сколько каждый гибрид выдержит плодов если так а крупно плоды нужно поймешь там 4 5 не больше если это черепу там нужно 18 20 оставлять нужно согласно характеристика растения работать с кистью вадим трассе ух а с каких труб теплица сделано ну я не инженер ну знаю что сами дуги теплицы сделаны с трубы 50 там толщина стенки вроде бы 2 миллиметра серии анопченко давай про кукурузу кукурузы будем сеять сеять 15 где-то 16 мая буду снимать видео как это будет происходить посев и дальнейшее развитие николай плотов приведите мура если там отжирует начинает застать вторая кисть еще ни разу не давал кальций можно внести нитрат кальция в каплю с большой с так там отжирует ну там отжирует здесь понимание вопросы жирует он уже как-то отправляться климат азот нитрат вторая кисть идет нитрат кальция нитрат кальций сам кальций нужен на растению внести с большой с я считаю но большая если какая-то 2 и 5 но там 2 и 8 внести можно 3 максимум внести можно и нужно чтобы это про максимально хорошо сработало правильно и правильно держать влажность почвы там не переливать следующее видео невероятно это простой прием для сильного старта растения огурца огурец секреты выращивания это за 13 апреля зеленая грядка какие сорта были высажены так и не поняла хотя бы краткую характеристику по каждому сорту сделать я сниму видео видео сниму в дальнейшем о гибридному составу там не разные компании буду снимать и описывать сколько уже собрал мне там я веду таблицу как дата сбора количество плодов количество вес плодов то есть кто наибольше отдает ранее урожайность кто подходит лучше для первого оборота так опять по огурцу владимир спрашивает а усы вы не отрываете усы удаляем пасынки удаляем мы два раза в работаем на огурцах вас за неделю крутим два раза в неделю все это делаем евгений казино к чему этот опрос во время видео вниз опросы вывески на витрине с хайповым словечки меня пугают на агроканале да это немножко такое хайповый название там невероятно ли шок но скажу честно посмотрите на статистику канала наибольшее количество просмотров в 10 раз построить сравнению с другим другим видео и количество подписчиков вас после такого видео растет там до 100 200 человек людей это ну это хорошие темпы просите канала и начальном этапе думаю что вот такой лайфхак почему бы и нет так следующий вопрос роман джели олов ролан джелиалов а что за сорт интересно там 11 сортов какие именно будут дальше снимать люда габи почему рассада вытягивается при соблюдении светового режима посада вытягиваются при соблюдении с этого светового режима потому что может быть высокая температура выше чем нужно стандартно световой режим возможно нехватка светом светим но не нужно количество нету необходимого количества и еще поливаем возможно чистой водой либо лишнее количество азота либо повышенная доза констрация ауксинов в растении анджела каландия а листья когда начинаете убирать нижние на растении придерживаемся 1719 полноценных здоровых листьев и так мы идем то есть 20 есть убираем нижние 21 нижний убираем людмила хрущева а плод будет дальше развиваться если оборвать и точек или что-то я не поняла цветок мы удаляем вместе с плодом то есть если убрать чисто цветок будет дальше развиваться так это партенокарпический агресс он ему цветок не нужен это просто как следствие бывших предков а так необходимо удалять вместе с плодом следующее видео серая гнильная томата комплексный подход проблеме в теплице за 19 апреля привет мне еще скала о извиняюсь павел печеный привет еще скала нравится вообще нужно не лечить а предупреждать очень правильный и полезный комментарий совершенно верно лучше предупредить предотвратить болезнь чем потом лечить тепличь тепличь не справы у меня топсин и без пасты отлично убирал серый гниль я думаю это все таки как мазали без пасты если мазать топсином обмазывать стволы то это очень дорого а если обработка ну значит теплицы нет еще столько накопления бактерий клеток грибов этих и серые гнили и хорошие климатические условия если только опрыскивание спасает михаил цинк красава заставки супер ну кому-то понравилось кому-то нет кому-то да это классно старался татьяна водолок водоложская все по делу научно удачи вопрос один из важных ингредиентов при росте co2 как вы с этим справляетесь при таком термосе co2 да это основа питания растений растение питается водой co2 и солнечным светом и в воде еще растворенные элементы питания при малейшей возможности про опроветриваем теплицу так воздухе у нас в атмосфере co2 есть там 003 процента когда теплица закрыта растения все израсходует там процент co2 падает и необходимо теплицу проветрить чтобы пополнить баланс количество co2 в теплице алла евсеенко как бороться с некрозом сосудов не кровь сосудов ну а будет снять следующее видео очередное еще видео с некрозом там топсин я знаю ходит усваивается корневой и по всему растению перемещаясь чистит сосуды лечит их так в один кабанов чем обработать огурец против фузариоза против фузариоза обычные обычно как и на томате фундазолы токсины алиет я знаю работает вот препараты которые владимир зейченков ой извиняюсь зуйченков владимир зуйченков добрый день какими аминокислотами вы пользуетесь гормоны роста ауксины цитокинины и в препаратах каком-либо или же в отдельные аминокислоты работаете владимир зуйченков добрый день какими аминокислотами вы пользуетесь гормоны роста ауксины цитокинины в препарате каким-либо или какие отдельные аминокислоты при приобретаете ну кого-то рекламировать кого-то нет но это неправильно чем работают а что есть все все знают аминокаты амина star мегафол спидфолтом марины спидфолл кальмаха везде изобион тоже хороший всем этим пользуюсь что есть на складе беру принцип 1 чтобы были аминокислоты так следующее видео лучшая листовая подкормка наливаем плоды томата или битва удобрений 22 апреля сергей солодилов есть ли отличия формировки и питание индетов и полудетов спасибо формировки и питание формировка но обычно оставляем точку роста подкручиваем растение растение растет и понимаем что лист на полу дайте нужно не спешить удалять индет нужно поддерживать вегетацию генерации а полудет он всегда более генерации нужно это помните не спешите удалять лист в питании до полудет требует большего унесения азота потому что растение опять отстает больше генерации мы поддерживаем азотом интенсивно питаем полудет оксана вайтюк 100 процентов аминастар мои клиенты тоже экспериментовали я никогда не навязываю думку лишь рекомендую алиэлис не дедали аминастар видно відразу мы его и в разных коктейлях применяю аминастар ну у меня сработали сейчас что я вижу по на сегодняшний день сработали все одинаково нужно будет еще смотреть по экспериментировать в дозировках аминастара есть один плюс стоимость боковая его вышла на имени более дешевая и можно примерно сравнять стоимость с старотарсой там можно превысить констрацию в два-три раза и там будет эффект очень-очень на высокий там есть покажет сразу там что потемнеет и будет как-то по-другому работать это возможно но это еще и не смотрел ролан джелиалов шприц классный да с которыми она набирал давление очень удобный классный нужно все такой еще купить и применять так нужно четко мерить количество удобрений владимир пашевич какая будет периодичность обработок на экспериментах периодичность обработок у меня будет две обработки через неделю одна и через неделю еще одна то есть всего две обработки так ну и последнее видео на которые я отвечу это как кормить томат во время налива и созревания плодов аградвиж рекомендует за 26 апреля 2019 года опять ник так you очень такой броский ник а сульфат и нитраты можно смешивать сульфат и нитраты смешивать можно принципе там никакой реакции не может быть сера и азот они не вступают в реакцию если более точный был вопрос сульфат калия там лимона масма на фасад калия с нитратом кальция здесь уже нельзя до смешивать вообще азот он ни с кем не не ругается со всеми можно смешивать и ничего не будет александр спрашивается здравствуйте объясните пожалуйста почему пасмурный день нужно подымать и с до тройки пасмурный день растению воды нужно меньше и необходимо подымать электропроводность потому что в это время происходит все равно испарение влаги и есть шанс растению питаться полноценно то есть растение более равномерно используют влагу и здесь можно внести все элементы питания в хорошей концентрации и все они пойдут в растение в молодые листья которые активно испаряют влагу в точку роста тот кальций который обычно в жару не может усвоиться не может растение у принять с почвы и это хороший повод хорошо интенсивно покормить растения следующий вопрос от николай динков или динков до доброго дня тимур микроэлементы как вы вносите и какие микроэлементы я вношу по листу в основном опрыскивание только тогда когда мне начинает растение уже простите теле микроэлементы то есть когда начинают зацветать и пятая кисть тогда я уже начинаю носить микроэлементы а до этого полив я там вношу хилат железо пока я добавляю и принципе как-то так кормим растениям дима овсяников тимур вопрос по гибридом гибрид бастина стоит ли его садить на второй оборот как вяжет какой цвет и можно ли дозаривать чтобы спел на кусту и посоветуйте розовый гибрид на второй оборот бастина на второй оборот я считаю это не лучший вариант есть у сингенты более лучший гибрид бодрин если красный вот это раз и розовый томат для второго оборота это есть пользу испытывал себя pink кристалл компании класс ну такой томат развоплодный усредненные во всех пониманиях хорошо завязал не 7 плодов а 45 хорошо спеет не самый ранний самый поздний хорошо вяжет наливает 200 и 220 грамм 300 грамм нету и 100 грамм нету то есть он средний во всем и в этом счете получается он устойчив к болезням хорошо и в результате хорошо продается то есть плод без каких-либо дефектов без растрискивания без трещины опять же да и окрашен хорошо это качество плода который подходит для сетей вот возможно не максимальная урожайность но зато максимальное качество которое конечно это и сумма денег с метра квадратного ну с тех что испорт испытывал было наивысшее алексей марыков тимур скажи пожалуйста разве можно смешивать калий и кальций смешивать можно они в реакцию между собой вступают не вступают и в осадок не выпадают здесь нету какой-либо а tear sick друг другу есть может быть вопрос если бы был бы монофосфат калия там где фосфор и калий и кальций вступят в реакцию только любят реакцию кальций фосфор сульфат калий и кальций может вступить в реакцию кальций и сера а сам чисток али и чисто кальций или с тобой в реакцию вступать не могут они не уступать реакцию они друг другу не мешают и последний вопрос саня багров как часто кормите учитывая что хорошая солнечная погода сколько по времени у вас длится кормежка от корня насколько вширь промокает запалив чистой водой подкисленный как часто саня багров как часто кормить и учитывая что хорошая солнечная погода сколько по времени у вас длится кормежка от корня вширь насколько промокает запалив как часто кормим кормим каждый день в день я делаю сейчас три полива первый полив у меня с кормлением электро я даю где-то на теплицу пять соток даю сейчас скажу рамсин 700 литров воды вся эта вода идет с кормлением электропроводность 2 и 4 2 и 5 поливаю делаю первый полив 2 полив это в обед когда мы максимальная солнечная активность поливаю чистой водой только подкисленной ph 6 вливаю на теплицу литров 900 воды и третий полив около трех часов дня 3 пол четвертого я делаю 3 полив литров 500 на теплицу первые 200 литров это без кормления последние 300 литров это с кормлением электропроводность 2 и 5 то есть тона у меня идет электропроводностью то на 100 идет с электропроводностью 2 и 5 вот и промокает ну от ленты от ствола ну там не знаю сантиметров где-то 20 у меня есть промокание чтобы корневая система как можно больше разрасталась так найти на это все это последние были последние было видео на которые я отвечал это видео за 26 апреля и следующее будет видео этом отвечу на последующие там три или четыре видеоролика до сами долго долго я это видео снимал надеюсь на youtube это видео целиком загрузится попытаюсь это сделать кому интересно может быть себя монотонным такая обстановка сегодня у нас идет дождь вроде бы как выходной 9 мая и есть свободное время тихо спокойно это записал видео всем спасибо за вопросы за просмотры всем удачного удачного дня поставьте пожалуйста лайк поделитесь этим видеороликом и до до новой до новых видео